Кинга, здесь мы можем его видеть, опять же, ну, до конца пик Digital House не раскрыли. Это либо центральный герой с виспом, это либо дабла с кем-либо в харде, например, от Digital House. Ну, Сэн Кинг, скорее всего, здесь будет играть на нём му, а куда пойдёт, на сложную, на лёгкую, это они решат уже по ходу пика. В игр пока сейчас пикают таким образом, что они могут хоть сложно отправиться, хоть в лёгкую, но даже если они отправляются в лёгкую, не назвать Джиггернаута героем, который страдает от Сэн Кинга. Всё-таки Джиггернаут имеет способность к выживанию, и умереть от Сэн Кинга он точно не может, он будет спокойно фармить, а с помощью кого-то может его даже и прогонять, ну, с помощью того же Шедоу Демона. Им бы ещё кого-нибудь станнера добрать, и Сэн Кинга можно просто убивать. Очень хорошо будет смотреться какая-нибудь Лина для Вичи Гейминг Неборн, во-первых, потому что FY любит играть на этом герое, на такой типичной четвёрке с артефактами, во-вторых, потому что станн под Шедоу Демона, в-третьих, потому что Виспа взрывать с лагуны очень приятно. Ну вот, честно, я видел, как Digital House брали её во время то ли Бьёнзе Саммита, то ли Старладера, и тогда, честно говоря, смотрелось не самым удачным образом, а вот так в целом можно просуждать, действительно. Ну, а вспомнили Лину от Лила, который там вроде бы даже на Интернешнл или на Пятом, он просто мог один решить исход в драке. Сейчас Линза появилась на этого героя относительно недавно, теперь Лина заиграла новыми красками, она купила эту Линзу. Странно, кстати, что Мирана осталась на второй стадии пиков бана. Я тоже, кстати, удивлён. Потому что раньше она была постоянным посетителем первой стадии пиков, потому что банить её как-то командой не считали. Этого героя достаточно сильным для того, чтобы банить его, но чтобы пикнуть, это всегда пожалуйста. Потом она стала появляться в первой стадии банов даже, а сейчас она дошла аж до этой стадии пиков. Ну, для ВГР, помимо Shadow Demon, возможно, какого-нибудь забрать себе Даззла, весьма неплохая комбинация саппортов. Очень любили... Очень любят многие саппорты сейчас играть в двух сейвящих саппортов. Ну, я не думаю, что FY будет играть на каком-то ещё одном герое потенциальной позиции. Да, потому что эта тема Даззл. Тут вся надежда будет на Коров, а FY, думаю, захочет ты немножко сам что-то поделать. Я думаю, Мирана забрал бы себе FY, кстати. Вот мы говорили про Лин, а Амирана забыли. Может, выкрали даже с одной стороны. Ну и украли, да. Ну и DC сами не против играть на этой Миране. Резолюшн на керри может пойти, могут и в мид вихи дать, могут и на саппорта. Но на саппорта уже вряд ли, потому что висп, скорее всего, будет такой четвёрочкой. Здесь нужен какой-то такой саппорт больше вспомогательный против... Ну, что-то сейвящая и на лайне стоящая вместе с Мираной сейчас должно быть. Возможно, какой-то бейн даже, потому что можно Джаггернаута схватить в крутилке и наказывать его Слардара гонять на линии. Можно Слип его, стрелу попали, Слардар умирает. Что-то подобное. Или Венгу. Кстати, Венгу DC любят забирать для Мизери. А Сакс отправится играть на виспе. А куда он пойдёт, это уже его выбор. Мы, кстати, ещё видели такого шаду-демона четвёртой позиции в исполнении от Артстайла. 16 минут Аганим. Ну, шаду-демон с Аганимом, это, конечно, злой герой. Да. Но, по-моему... Ну, это крайне редко такая ситуация случается, когда он забирает фраги. Именно, когда он реально прям зарабатывает неплохо. Морфлинг у DC. И это очень жадно, потому что мы видим, уже есть висп. Ну, мы понимаем, во-первых, что Мирана идёт в мид. Во-вторых, ну, что висп-морфлинг — это два героя, которые на линии. Ну, скажем, отправиться можно каким-то даже андаингом. Ну, я понимаю, что вичи и гейминг так делать не будут, скорее всего. Но всё же, просто приходит андаинг с лордару, например, и эти морфлинг с виспом уже не добивают крипов вообще. С лордар имеет 100% крипов, морфлинг с двумя стами хп постоянно стоит и трётся под своей вышкой, рискуя умереть от одного стана. Поэтому это довольно жадный ход. По стадии лейнинга ещё можно будет более-менее как-то распределить роль так, чтобы... Но всё-таки выбрали кунг, и это роль суппорта будет. Хотя, может быть, и в мид отправится, между прочим. И можно забрать на ластпик аппарата, потому что аппарат очень хорош в связке с шеду демоном, как суппорт четвёртой позиции. Может купить себя гоним. И морфу с виспом играть очень неприятно было бы конкретно против аппарата. Не знаю, мне кажется, DC заранее знали, что вичи не возьмут этого аппарата, не захотят так играть. Хотя средняя команда по доте не будет брать морфа, учитывая, что аппарат врагам заходит сейчас очень даже хорошо. А кунг мы неоднократно даже видели на второй стадии банок. Порой на фёрст банок было. Правда, не против вичи гейминг реборн, но тоже против коллектива из Поднебесной, вроде LGD. Да, LGD любят брать. Да, собственно, как и вичи гейминг реборн, и все китайцы. Вообще, кунг плюс скаймаг еще была комбинация суппортов, такая в году 2014, начале 2015, когда китайцы просто брали и начинали ромить с первой минуты этими героями. Это смотрелось, конечно, так себе, потому что все, что они могли на первом ловле противопоставить, это засловить немножко вторым сплом скаймага и подбросить на торренте кунги. Но не всегда это получалось, и герои, если они не преуспевали в убийстве, им все-таки ничего не оставалось, кроме как бегать и ничего не делать по карте. Формить лес они не могут, на линии помогать они тоже так себе могут. Насчет лазбана думает вичи гейминг реборн, время еще имеется. Но, скорее всего, тут действительно есть над чем подумать, потому что Мирана разносторонний герой. И тут, смотря как ее рассматривать, как стакировающего саппорта или нет? Нет, это, я думаю, процентов на 80 это все-таки мид-герой. Висп-суппорт, Сенкинг оф Лейн, Морфлинг и остался ласт-герой. Ну, вот, говорю, скорее какой-то вот Бейн был бы не лишним для DC, но я не думаю, что они возьмут этого героя, просто потому что Бейна сейчас мало кто берет. А вот насчет вич я уже говорил, что можно было вместо этого кунги взять аппарата и на ласт-пик в мид забрать вообще Зевса, потому что, посмотри на эти герои в DC, они все очень тонкие, и БКБ мы на Миране крайне редко видим, поэтому можно просто Зевс ультует, аппарат ультует, все, у героев уже, у этих героев в DC очень мало здоровья. Ну, видимо, вичи решили сыграть по-другому. Раздумывает над своим пиком, все-таки право ласт-пика за DC, нужно сразу быть утвержденным в своем пике. В случае чего они могут жигернауту даже отправить в мид, если вдруг ситуация позволит. Темпларка в мид пойдет от вич и гейминг реборн. И кого же заберут тогда у нас? А, ну все-таки, если Мирана в миде, то у DC проблема. То есть, несмотря на то, что у них ласт-пик, и они могли бы законтрить в миде темпларку своим ласт-пиком, но у них уже Мирана идет в мид. Если они, конечно, что-то не заберут. Да, если они не поставят ее все-таки на саппорт позицию. Но что-то в Мирана плюс висп, саппорт и... Да, не сочетаются никак. Мирана сама по себе не всегда может стрелой попасть. А ромит вдвоем. Висп вообще не герой, который ромит. Он все же герой, который на лейнинге, помогает тебе сдерживать соперника. Нужен герой со станом для DC, чтобы стрела залетала в кого-то. Ну и просто герой поддержки, чтобы морфу было на лейнинге постоять. Я бы и не назвал, что этот товарищ... Этот товарищ довольно хороший. Он имеет стан, он имеет хорошие статы на линии, которые позволят морфу, перекачанному в 300 хп, стоять против Слардара. Но это и не Бейн, с одной стороны, у Гармага довольно короткий стан. Но смотри, есть еще такой момент, что Шэдоу Демон плюс Кунка. Я прям вижу, как они либо в смоке, либо сразу заранее встают в лесочек и ждут свою цель где-то на своей сложной линии. То есть Слардар идет, на Слардара выходит Висп с Огрым-магом его попинать, Шэдоу Демон из леса выходит, прячет Кунка Торрент, Слардар стан, этот герой умирает, любой, даже Огр, скорее всего. Кстати, так часто азиаты делали. Да, это делали в 2014 году очень часто, когда с Шэдоу Демоном и с Патмо играли много, и с Линой, да и Кунку тоже брали китайцы. Да, в общем, возвращение 2014 года наблюдаем сейчас. Все герои тогда игрались довольно активно, разве что Мирана редко появлялась в плане керри-героя. Больше она с упортом была. Ну что, давай представим команды. Давай, начинай. Хорошо, начну тогда с DC. На Огр-маге играет Мизери, он уже топнулся в мид. На Виспе играет Саксо, на Марфлинге играет Резолюшн, на Миране играет В-3-3 на мидовой той самой, и Му играет на оффлейновом Сенкинге. Команда Вичи Гейминг Реборн. Вилат почему-то всегда называет Вичи Гейминг Реджекц. Ну, не знаю, не знаю. Они смотрятся посильнее основной команды. Да, так-то действительно посильнее. F.Y. играет на Кунке, Ноно играет на Темпл Рассатин, Микаса играет на Слардаре, DC на Шаду Демоне исполняет, и Энд на Джиггернауте. Ну и, собственно, в Смаке, о том самом, который обычно езжает для того, чтобы тыпнулся суппорт на мид и поставил вард, вот этим суппортом был Альберт Эйнштейн. Нет, им был Кунка. Он тыпнулся и хочет поставить сейчас где-то вард, чтобы смотреть за перемещениями Виспа и Огр, потому что Огр тоже бегать любит по олайнам, с миды на лёгкую, кинуть Игнайт. Сферу Яда, кстати, купил Мизери, замедлять будет очень серьёзно. 20% от Игнайта, ещё двенашка от Сферы Яда может идти под вышку, пинать, танковать с 8 армором. В общем, не герой, а какой-то танк, машина убийства. Мизери, по идее, должны сейчас заметить. Испалился Кунка, и он поставил вард всё-таки. И довольно удачный вард. А Мизери отсюда уже вряд ли уйдёт, кстати. Ну смотри, сейчас прочекают здесь, но FY он выходит. А FY-чик? Ну что ж ты? А тут... Он мог на холд позишн встать, вот здесь вот, на проходе, на лесенке. Дизрапшин. Виха рядом, торрент уже летит, Мизери на нём подскакивает. Герой-то, конечно, у него жирно, но не настолько, чтобы вытерпеть прям атаку от четверых героев. Да, и всё-таки он отсюда не ушёл. Несмотря на то, что его выпустил любезный FY. Я думаю, что ещё его там нахождение, его, это неспроста. И сейчас команда Вичи Гейминг Реборн обеспечит The Ward. А вообще смысл этого вот варда? Это стаки эншентов, которые должны, по идее, делать для темпларки. Ну, во-первых, смотрят на стаки меньше-то. Во-вторых, комбинация саппортов Shadow Demon Кунка это комбинация, которая за счёт своих неожиданных появлений на какой-либо из линии, в основном на оффлейне, будет доставлять массу неудобств. Кстати, Патмата вкачала стрелу или ничего? Нет, она ничего не вкачала ещё. Но он сейчас качает лип? Нет, он ничего не вкачал. Вдох. Не выжил герой команды DC. Да, ну Мирана даёт. Она руну-то вообще забрала? Нет. Она даже руну не забрала. Да, у неё нету танго. Нету планка, Сэн Кинг. Да, в общем, всё складывается у Вичи Гейминг Трибор вначале так, как и должно было складываться с их героями, но немного не по той схеме. Они должны были всё-таки на лайнах. Подтянин, а ну-но! Вот оно замедление-то сумасшедшее. И нано умирает. А Мизери всё равно у него 8 армора. И 4,2 регена. Да, сейчас кумка ему вообще ничего не сделает. И вообще зря пытаешься. Тут если бы Эфа ещё пару шагов вверх сделал, он бы тоже умер. Возвращается нано. Огармаг быстренько умирает об нейтралов и возвращается обратно. Купил всё, что надо. Это Виндлейс и Хилинг Слейв. Слейв это раб. Лечащий раб. И Микаса у себя на линии. Но он себя там пока хозяином не чувствует. Да, и заодно это не герой серии, мол, возьму талон, пойду в лес. Талон-то он взять-то, конечно, может, но в лесу будет не столь эффективный. Ну, Слардар один из не самых плохих героев для леса. Собственно, можно придумать и хуже. Это тоже из классического полу-оффлейнера. В тот же Клокерк, наверное, смотрелся бы ещё. Менее удачным вариантом в лесу. Вот мне непонятно, почему Эфа до сих пор крутится в миде. А Шаду Демон вообще снизу. То есть можно оставить Джиггернаут вообще один на один с Сен Кингом. Потому что, как я сразу сказал, что Джиггернаут это не тот герой, который сильно будет терпеть от Сен Кинга стянуться. Объединиться, вернее, Шаду Демону с Кункой и пойти на топ. Потому что Резоль здесь с поддержкой Саксы выглядит не так устрашающе. Тут Микасу можно оставить вообще на фрифарме. А вражескому главному герою, то есть морфингу, вообще фарма не дать. А пока Микаса фармит с танами. Да уж, против, но, но, Гармак, я начинаю чувствовать, как хорошо смотрится. И как рефракшн просто на нем исчезает. Смотри, нападение на Сен Кинга снизу, он здесь, скорее всего, умрет, да. Да, что-то поездно, там пару стаков уже было. Да и Файб переходил, если что, там чуть раньше бы пришел, тогда бы точно забрали, но и так забрали. Сейчас бы объединиться каким-то образом, вот выпить ману Шаду Демону, принести курочкой смог. И пойти с Файбом на топ. Потому что уже почти третий левел Флардар. Он уже будет третьим точно, когда к нему придут. И третий Кунка и третий Шаду Демон. Да, ну вот такие левела у суппортов Вич и Гейминг Реворн это редкость. Обычно суппорты, которые ромят, имеют на этой минуте... Ну, один из них может быть второй, второй может быть даже первым левелом. А они чувствуют себя довольно богачами в этой игре, в начале этой игры. В чего не скажешь о Мизери, который, конечно, убил Темпларку, но уже умер два раза. Ну и продолжает ее пока в центре гонять. Ну, в Темпларке все нормально, у нее 12 крипов, она 70 ботов. А, да-да, не отстает, по крайней мере, от своего оппонента. Тем более всегда Темпларка может камбэкнуться за счет стаков, которые суппорты ей обеспечат. Должны, по идее, обеспечить. Ну, вард поставили, сентри разблочили. Ну, не то, что он не лочил, он вижен давал. Сейчас можно делать пока незаметно эти стаки. Убрал. Ну и самое главное, можно незаметно перетягиваться даже без смока на сложный свой лайн и убивать Саксу. Что Резолюшн убить будет довольно сложно. Он уже все-таки левел 4, вторая перекачка, сапог, волна. Вот они и приехали, эти товарищи. ДДС, ФВАЙ. Чем займутся? Убивать Мирану? Ну, потому что про Огро они тоже знают. Ну, скорее всего, да. Это Байт. Это Байт на Огро, смотрите. Здесь Темпларка делает вид, что она вся такая из себя борзая. На самом деле ждет, пока в спину к ней выйдет Мизери. Кинет Игнайт, кинет Стал. Когда они запрыгнут на вражеские части ХГ, да? Да. Там, по идее, принимать должны. Тогда уже Мизери на спину прыгает Шедоу Демон и угрызается в него. И Кунг не отпускает. На боте вернулся Мун, имеет 13 крипов, 18 крипов у Энда. Не сильно Му отстает. Нормально там денег получает. Но это, на самом деле, хороший даже расклад для Джиггернаута. А вот и ДДС. Брун Инвиза была очень кстати, но и Дизрапшн Торрент. Цель, конечно, ведьма толстая. Это Мизери, но демажа, по идее, должно хватать. Ну, там с большим запасом должно хватать. К три героя против одного. Еще и довольно раскачанные. Интересный момент, что FY на Кунге, смотри. Это суппорт Кунга, которая имеет в два Тайт Брингер на третьем левеле. Обычно имеют... Хотя бы Крест? Да, хотя бы в раз Крест. Ну, или даже Максит Торрент, потому что он наносит демаж. У него Slow Duration растет с левелом. И, в конце концов, под Soul Catcher Shadow Demons увеличенный урон с Торрента. Это всегда хорошее подспорье к прокасту именно. Но Тайт Брингер за Макшены, видимо, еще оставляет возможность для FY выйти в такого демаж дилера. Потому что смотрелось, он купил себе когти, это значит, что он ходит в записи в Изы. А это довольно редкий артефакт для Кунге-суппортищей. И вот оно. Вот оно. На Resolution смотрит на это все и думает, ну, либо он тизернется, либо погибнет. Вариант номер один оказался весьма неплох для Саксов. Ну, так сложно затаймить, чтобы Висп не успел тизернуться. Все-таки у тизера. А тем временем Мизери выходит в Мид на Ноно. Забрать его и должно быть. Ну, как? Попробуют, конечно. Но есть и телепорт, и Refraction был в запасе у Ноно. Помимо имеющегося, он накинул на себя новый. Приходит Микаса, станут достать на Мизери. Сзади находится DDZFY, кстати говоря, с Торрентом. Стрела летит в Ноно. На Торренте подскочил Мизери. Starfall дает виха. Мизери до сих пор жив. Возможно, погибнет, но Ноно 45 кп остается. И вешает на себя Refraction. И Ignite заканчивается. Ну, прямо на сопельках здесь выжил Ноно. Если бы пару секунд кулдауна было у Refraction, он бы все-таки с Игнаита догорел. Да, довольно плотный герой Огармак. Его убили здесь вчетвером. Станом начал Слардар. Кстати, Слардар отдался. Богидно. Нет, на самом деле он пытался стакнуть. Он пытался стакнуть, потому что время было 5.59. В этот момент он умер. Незадача. Резолюшн сейчас вообще не трогает его. 0.0.45 кп. Аугусту. 45 крипстат. 45.20 динает линию, держит под собой. 45 кп, да, это был бы мощный Резолюшн. Мощно, да. 25.1. Фэнтези поинтс бы там, ого-го, были бы. Нарезал бы. В общем, снизу-то у Энда все хорошо. У него 34 крипа для милишника против Сен Кинга. Соло на соло. Казалось бы, это Керри против оффлейнера. То есть оффлейнер здесь вообще шикует. Но Сен Кинг это тот самый уникум оффлейнера, который должен мало того, что фрифармить против милишника, он еще и должен его убивать и не давать фармить тому самому своему визави. Но в свою очередь Диггернаут имеет крипов даже больше. Но мы здесь вывез довольно много. Если сравнить даже тех же самых хардлейнеров, это Микаса, который имеет 8 крипов, 4-й левел, это Мук, который имеет 6-й левел и 31. Крип на счету. А за это мы и любим Доту, что есть герой Скорпиончик, а есть герой Рыба. Это разные герои. У них совершенно разные предназначения. У всех свои плюсы и минусы. И как раз таки в плане стояния на лайне у Сен Кинга есть огромное преимущество и науфлейне, если у него есть возможность поставить соло на соло, он вынесет очень много грипов, может даже убивать. В свою очередь Слардар, он 1 на 1 стоять тоже, конечно, может, но здесь далеко не такая ситуация. Да, но с талончиком на Сен Кинге ты не отправишься в лесок и не камбэкнешь. Ты должен будешь прокачать Сен Шторм, а все-таки ты на Сен Кинге хочешь... Стану побольше дамажить, поснимать побольше. Больше, да, вот Костик в финале все-таки, чтобы иметь возможность на лайм прийти и доминировать. Так что в лесу Микаса с этим талоном сейчас просидит определенное время. Главное не пересидеть, вывести блингдаггер, который ему сейчас и необходим. Очередной стак аншентов делает но-но, удается ему это сделать. Ну, это вполне себе читаемо со стороны DC, но вот у DC нет героя, которыми можно было этих аншентов забрать по-быстрому. Ну, аншентов действительно забирать им нечем. Физически. Так что придется смотреть, как тампларка там жирнеет и богатеет. Буквально по секундам. Кунка, кстати говоря, Мизери тут пару станов. Игнает, плюс еще одна ТПшка, нападение от Микасы. И здесь приходит Джиггернаут, торрент летит мимо. Джиггернаут Блэд Фьюрим, и Лайтшадо Раскастовая это забрали они с Лордара, еще отступают. Да, не очень хорошая игра здесь была от Вичи Гейминг Реборн. Они нападали на Огроу, который он всем армор. И, кстати говоря, может тоже оказаться, если бы тут Резой Линшилову подрезать, но... Убить ему тут, его тут некем. Тут нападали на Ограу, у которого очень много армора. Его еще отхиливал висп. Там демиджи-то нанесли по Огру много, но ему на этот демидж было наплевать. Хотел я отметить, что хорошие левела у героев. Суппорт позиции Вичи Гейминг Реборн, то есть уже почти шестой левел, скоро будет у Кунки. Практически пятый левел у Шедух Демона. Для этой гангующей добы... У сакции пятой с половиной тоже не просил. Он стоял на линии 100% времени, все время отводил, поэтому с ним неудивительно. Он уже должен был быть шестым по-хорошему, потому что на фри-отводах герой имеет шестой минуте на восьмой. Резоль уже. Персеверенс. Да, он купит Силенка, скоро Линкинсферу. Линкинсфера здесь довольно хороший артефакт, потому что есть Крест Кунки, есть Шеду Демона, с этой врядкой. Буров страйк. У него нет песков, нету реально песков, сейчас могли бы ему помочь уйти еще и на торрент. Тот наступает, сверху станут Микасы. Му, Буров страйк через пару секунд. Пять шарядов на 612 с Magic Damage влетело в него только что от DC. Да, на стакл. Да, посмотрел я на этого Слардара, на 10-й минуте левел 4 он был, если бы этого фрага не было бы до сих пор им. И понимаем, что у Слардара дела действительно были не очень на своей офф-линии, несмотря на то, что я сказал в начале, что в принципе суппорты Вичи Гейминг могут очень сильно помочь этому Слардару задоминировать свой лайн. Но приоритеты расставили немножко по-другому. Все-таки защищали они больше мид и легкую. Микаса делает тэп-аут. Сместил Судових, он явно его смущает. Вместе с Мизери и Му. Ребята эту линию хотят продавить. Либо продавить тех, кто находится за вышкой. Микаса, кстати говоря, делает репорт именно сюда, на эту вышку. FY все еще на линии остается. До 6-го левела буквально чуть-чуть, немного. Да, должен ему Микаса оставить этих крипов до 6-го левела, чтобы вот с 6-м левелом Кункой и без 6-го левела Кунки это две разных команды Вичи Гейминг и Борн в дефе этой вышки. Потому что под кораблем на 10-й минуте драться против героев с огромными прокастами одно удовольствие. Вы не можете умереть быстро. Тем временем Резолюшн уже снес свою вышку и сейчас пойдет на Т2. Так, Мизери. Пошел Демоник Пурш. Дается еще и корабль Торрент. Мизери, конечно, это никак не переживет. Но могли быть и больше потери у команды DC. Уйма Мэджик Дэмэджа вошло в Мизери. И вот эти его 8 армора на Огр Магии ничего не сделали против корабля, который въезжает на 6-го левеля на 400 Мэджик Дэмэджа. Подумать только. Этот корабль Кунки апали и апали на протяжении последних, наверное, пары лет. Ему уменьшали кулдаун. Ему увеличивали урон. Ему увеличивали стан. Это просто имба скилл теперь. 60 секунд кулдаун. 400 Мэджик Дэмэджа и стан на 1,4 секунды. Это, можно сказать, фингер плюс подкоп от Леона с кулдауном минута. Еще и уменьшение урона. Так, и Сенкинг подходит. Нет, вышку, кстати говоря, и Резоль на топе нормально подкромсал. Полтавра съел. Тер-2 на 12-й-й-то минуте. Да, Резоль, конечно. Его там забыли, пока на боте ребята развлекались. А ведь он сейчас еще и мид будет ломать, и ничего ему не сделают команда Вичи. Потому что они понимают, что если они отсюда уйдут, то они потеряют эту вышку. Какую-то вышку они должны сейчас отдавать. Вряд ли они задают две. В мид перемещается команда DC. Мизери и Му переходят туда. Но рискует умереть сейчас. Если он не успеет поражать. У него есть инвиз в Ботле, да. То он умрет. Без просветок не наблюдается у игроков команды DC. Что если его не выпустят из стана, вот с Сенкинг, допустим, из-за деревьев копает, потом продолжение от Огром Мага и стрела, то, может быть, умрет. Крипы сейчас кончились, но стрела вряд ли полетит. Ребята, но есть сейфтп. Будут сейфтп. Седу демона от фунга. Естественно. Корабль-то уже откатился. Это же не палец Леона Штамлевеля, который один раз заезжал, и еще полуигры без него бегаешь. Это корабль, который у тебя есть каждую минуту. Вообще, на самом деле, хунки должны этими кораблями фармить. Потому что полу... Хорошие такие парики. Минута — это не кулдаун. Ну да. И Борл Страйк. Борл Страйк сыграть попытался агрессивно Муну, то оказался Микаса, и тут он ему рассказывает, что к чему. Трапа на Мизере, но тот уже под вышкой находится. Да, под уменьшением армора Слардара Темпларка убила буквально за 4 удара. Честно, не знаю, к чему был этот подкоп. Он хотел испугать врагов тем, что он нападает, а не защищается. Вроде того, но там стоит у него вард, он видит, что он не один. Да он рядом стоял с ним. Путь он один, другой делал. Детра, что DDC находится здесь, в лесу. Резолюшн, арезолюшн, перекачка. И вейформ еще нужно чуть-чуть тут дотерпеть, но нет. Ой, резолюшн здесь, на самом деле, склопнул. Очень, ну, не до конца доиграл, потому что была еще волна. Он мог сделать самую волну, уехать на 800 рейнджа, быть в неуязвимости, иметь возможность иллюзии своей с репликейта уйти чуть дальше и только потом нажать ее. Да, не знаю, почему он не прожимал эту волну. Возможно, он хотел сначала нажать репликейт, а потом волну. Либо ждал пережить крест, а потом волну. Ну, да, но он же уже нажал репликейт, соответственно, креста не было уже. Значит, если креста нет, можно спокойно себе юзать вейформ. А потом, если тебя вдруг догнали, то уже нажать. Странно, я тоже думал, что он сейчас дойдет, вымерит 900 рейнджа и через клиф перепрыгнет. Чуть было подойти, нужно для этого было. Ну, ладно, здесь, конечно, он не доиграл. Он мог, конечно, здесь выжить. Ладно, игра-то продолжается. Не будем на этом акцентировать внимание так много. Ему дела, кстати, не так хороши, потому что я наблюдал его минут 5 назад, у него было то же самое и 1000 рублей. А сейчас у него то же самое и 1500 рублей. Доставлю побегать, да еще и умер он в мире, кстати. Он ничего не сделал. Он ничего из них сделал, да. То есть сергейт, который стоял соло на соло против милишника, имеет нулевой гейм-импакт. У него 0 ассистов, 0 фрагов. Все, что он сделал, это в три раза умер, два из которых на линии, один умер только что в миде, подкопав агрессивно Микасу. Мы заставляли там под смоком бегать, а мол, давайте в мид пойдем. Помнишь, когда они ждали вместе с кем там, с Огрмагом, получается, когда мид хотели, ну, но загангать. В том времени много было потеряно. Да, ну здесь у DC надежда на то, что Resolution будет сплетить, 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 а его не смогут поймать. Но пока, да, пока бронждагеров нет. Будет линкенсфера у него и на метку его подсадить просто так не выйдет. О, Микасу все-таки заденайл даже вышку. Торрент наперед, но виз подступает и продолжает формить Resolution. Динай вышки, не динай, в принципе, Тир-2 забирать на такой ранней стадии игры приятно все равно. Не подставляясь лишний раз. Так, а что у нас там по Нетворсам? По Нетворсам-то у Вичи Гейминг Реборн преимущество действительно соответствует счету. Потому что каждый герой своего визави обгоняет по Нетворсу. Но общее преимущество порядка тысячи. И это не так велико для такой-то минуты. Ну, во многом. Потому что Кунка и Шадоу Демон с определенного момента перестали делать фраги. Они сделали их очень много до 10 минут и получили себе огромные ловела. А потом движуха на карте прекратилась, потому что DC на амбразуру не бросались. Все, что они делали агрессивного и активного, это Resolution ломал вышки. И вот Resolution, кстати, один раз умер, а мог и не умереть даже. И тогда у DC все шло бы по плану. Да, и Бму только-только приобретает себе Блинк Даггера в Сайдшопе. Мирана, кстати, неплохо выформил за это время еще и этот товарищ Виха. Он уже с Аганимом фактически. Время относительно неплохой тайминг. А, ну, конечно, не рекорд Мирана. И рекорд, да, но не так уж и плохо. А учитывая, что тот не подставлялся, там, умер всего один раз, да и фрагов не делал, да, приходилось лишь только фармить. Но сейчас, я думаю, с Аганимом повеселее пойдет так-то. Темп игры должны увеличивать DC, как по мне. А уж тем более с появлением линки у Морфлинга, далее уже Госцептер, естественно, здесь не просто так. Да, ну, если DC очень хорошо будут жать кнопки, в этой игре у них шансы еще есть. Но герои в лейтгейме у Вич Гейминг Реорн просто замечательные. Каждый герой делает огромную работу. Здесь три сильных кор-героя, которые отлично сочетаются друг с другом. И два суппорта, которые не теряют своей актуальности вплоть до последней минуты игры. Shadow Demon сейвит всегда, увеличивает урон всегда. Акунка, собственно, может стать вообще четвертым керри. Потому что, судя по его раскачке и айтем-билду, он действительно нацеливается на то, чтобы не просто издалека кидать кораблями, торрентами и ловить на метки, инициировать, а именно бить с руки. И он даже вот ему дает возможность где-то подфармить. На карте он всегда вот сейчас вот линию отпушивает. Его команда, кстати, при этом под смоком двигается, я так понимаю, ну точно уж в сторону оппонента. Может быть даже на Рошана, кстати. Да, они очень быстро убьют Рошана. Здесь дезолятор есть, делают им пларки. И стрела залетает от пирана, попадает она в Венда. Сейчас будет интересная драка на Рошане, скорее всего, потому что не захотят просто так отдавать DC. На линии там у нас находится мут, он кастует эпицентр. И как же это паршиво выглядит. FY столько шороху на себя навел. Так еще и мало того, что жив. Саксо может погибнуть. Брус-страйк в FY. Саксо пару секунд остается до релокейта. Скорее всего, тот выживет. Здесь свой формы FY до сих пор жив резолюш. Корабль летит. Под кораблем никого, кроме Огрмага, не оказалось. Весьма неплохой мне слэш. Под копом му все еще пока уходит. Но умирает от Шэдоу Пойзона. И Мизери, последний, наверное, кто погибнет в этой драке. И уже все закончилось. 11-2. Безответные фраги. Продолжают делать. Вызывающиеся своими именами довольно бездарно проведенная драка с ССРной DC. Время сейчас сработало. Вот последние минуты 3 они фармили больше своих оппонентов. Все, что им надо было сделать. Вот отлично. Они спалили стрелой, что враг на Рошане. И просто можно было хорошо на этом Рошане подраться. Учитывая, что какие-то ресурсы они потратили. Здесь еще Микасу забирают. Но это Вилья. Но-но убивает Виху. Размен на Микасу. Но это хороший размен для бичи гейминга. Потому что Микаса сейчас не выглядит самым богатым героем. Митти временем засплитать пытался Резолюшн. Глифортификейшн был поражат от команды ВГР. Но я думаю, что он свою задачу закончит. На боте у нас Му ворвался на Но-но. Сакса продолжает. Они пока за ним гнаться. Адептив страйк. И Шаду Демон так спрятал из-под такого нюка Ну-но. Но Аегис выбили. И корабль залетает под Резолюшн. Резолюшн пока перекачивается. Аегис вот появляется Ну-но. Сразу подкоп от Му. Тепал сразу делает его. Долгий стан от Морфинга. Но здесь и стана не выходит. Конечно. И вот это уже немного неприятно. Это хороший, да, камбэк от DC. Несмотря на неудачно проведенную игроку только что. И потерянного Рошана. Они, во-первых, не реализовали Аегис. Ну как, это нельзя назвать реализацией. Когда просто два раза подряд умираешь. Могли бы подпушить. Навести очень хороший прессинг по карте, да, показать. Вот мы придем на топ. На топе Тер-1 до сих пор. Для Вич-геми Креборна это была реально хорошая возможность взять инициативу в свои руки. Да, учитывая, что последние три минуты до Рошана DC фармили больше Вичи. И вот этим своим ходом, смоком в Рошана, Вичи инициативу могли захватить. Но этим моментом не воспользовались. Кстати, еще бутылку Ноно оставил. Он же выкладывал бутылку, чтобы подобрать Аегис. В итоге сейчас Сен-Кинг с ней бегает. Получается, подарили еще 660 нутворца врагам. А Сен-Кинг от бутылки не откажется. Она довольно гармонично влилась в его инвентарь. Как будто и была, да. Разве что смотрят Made in China написано. Да, владелицы, ну-ну, отпечатки пальцев, ну-ну. Ну, он так. Он трогает ее в перчатках и наливает в стаканчик. Тут перчатки у Сен-Кинга. Да, перчатки. Modline Shadow DC могут, кстати говоря, неплохо выйти на оппонента, но Вичи, геми Креборна все прекрасно поняли. У них еще есть скан в запасе. Если они до конца не будут уверены, что соперник где-то рядом, могут им воспользоваться. О, объех команд. Есть скан в запасе. Не используют они. Хотя вот мне кажется, на месте DC, особенно если они нажимают этот самый Modline Shadow, заюзать и проверить, ушли в EGR или нет, стоило бы. И вот сейчас будет драка за Т1 на топе. Все начнется либо с удачно кинутой стрелы, либо с удачно пойманного человека на крест. Либо с врыва Слардара, возможно, у него тоже блиндайгер все-таки. Да, стан на 2,5 секунды. Там можно успеть кинуть торрент, и влетает корабль. И Боровстрайк. Это не инициация, DC сзади помогает. DDC. Заюзал DDC Dust с перепугом. Думал, что, возможно, Мирана нажал ульту. Или что-то в этом духе. Типа, ну не просто же так они нападают. Да нет, на самом деле он просто... Мне кажется, мискликнул. Возможно, да, хотел на Арканы там или на Урну. Что-то в этом было. На боте те времена мы видим, как ловят Саксу. Рядом находится Resolution. Resolution имеет возможность ввести и проходит он вейформом и телепорт. Ну, потерять виспа в такой ситуации, ну, ничего страшного. Малая потеря, на самом деле, учитывая, что полвышки там Resolution все-таки отъел. Ну, на деле, да, Resolution полвышки сломал, и топ-вышку не забрали. В ВГР, несмотря на то, что они стояли там очень долгое время, могли они забрать вышку. А ведь это-таки, когда ты делаешь такие массовые телепорты, надеешься на что-то более ценное. Я так понимаю, Result хотели забирать все-таки, а? Да я понимаю, что они... Такие массовые телепорты. Они уверены были, что Resolution не умрет. То есть все, что они хотели, это задефить вышку. Потому что если они чувствуют, что не могут забрать Т1, то уж терять Т2 точно. Это не входило в их планы. Убивать Resolution, ну, это было бы совсем кошерно. Но я уверен, что на Resolution они даже не рассчитывали. Потому что слишком это живучий герой. И сам Роман уже 15-го левла. Да, Мизери в этой карте смотрятся не очень гармонично. Да, на самом деле, я вот не часто встречаюограф магов на этом интернешнле, которые бы прям... Которых можно было бы отметить. Тем более, что он появлялся часто на первый пик вообще. Это не герой первого пика по тому, как он себя в игре показывает, по тому импакту, который он вносит. Это часто... Чаще всего это просто человек, который раскидывает Blood Last. И в начале игры немножко втанковывает или разменивает на себя. Можешь назвать команду, которая пользуется им чаще всего? Ну, Escape, наверное, да. Где они? Где они? А, собственно... Ну, они на интернешнле, они прошли. Хорошо. Это уже хороший знак. Ладно. Но то, что они занимают последнее место у себя в группе, это факт. Ну, что... Возможно, уже не последнее. Я, честно, не обновлял. Надо будет посмотреть. По-моему, все-таки последнее. Ну, они молодцы. Они прошли Wild Card Round. Это тоже заслуживает уважения. Кстати, а как дела у E-Home, которые тоже прошли Wild Card Round? Ну, E-Home? Они где-нибудь в серединке? 50-50, по-моему, да. Это размен Т2 на Т2 сейчас. DC не собирается дефить топ. Так же, как в Вичи Гейминг не дефали низ. Разошлись с миром. Да, Манта Стайл появляется уже резолюшно потихонечку. Что там в Курьере у нас есть? Нет, еще пока не появляется. Надо чуть-чуть еще подкопить. DC себя чувствуют вольготно на этой карте. Они бегают, фармят все, разменивают тавер на тавер. Как будто игра идет под их диктовку. Но на самом деле, на самом деле, стоит Вичи Гейминг один раз нормально сделать драку. То есть пойти в смаке, хорошо синициировать, продолжить эту инициацию. Потому что станов у них хватает. Либо Слардар цепляют, либо... Но-но-но. Монлайт Шэдоу. Буроу Страйк. Му-му. Должен трапа поставил. Возможно, заметил. Понял. Блинкаут. Долго думали, может быть, или готовились. А так, в принципе, как по мне, я считаю, что момент был весьма неплохой подцепить темп. Вот сейчас Вичи идут в смаке. Смог раньше кончится у DC. Они уже сами из него вышли. А, собственно, это был не смог. Это был мой Лайт Шэдоу. Да. Они смог не жали. И он сейчас Микаса увидит. Да, он увидел Виху, который убегает от него. Сейчас ждет своих тиммейтов, которого догонят. Стрела ни в кого не попала. Удачно. Блинк, стан. Виха. Продолжение есть. Ой, как удачно получилось. Да, он сделал лип в момент, когда на него попал торрент. Это прямо как Винга, которая свафает во время липа. Идеальный тайминг. И также Мизери достанется. Бурл в страйк. БКБ, но но прожал. Ну, в итоге чуть спасается песками. Байбэк сделал Ламирана. Ой, вот это зря. Сейчас Резолюшн с Саксой должен был пешком быстро на Тезере бежать мид и пытаться сплитить мид. А если что, ну, и отдать вот этот КТ-2 Тауэр. Потому что сейчас драться... Ну, зачем этот байбэк от Вихи? Что это такое? Не надо было. Они не подрались. Да даже им не надо было драться. Да и не собирались бы. Что уже? Вичи могли драться. У них было все. У них были все ульты. Они ничего не потратили на убийство Вихи и Мизери. То есть в итоге... Ну, разве что БКБ. Да, ну, без БКБ, я думаю, Темпларка бы все равно нормально смотрелась. Потому что под кораблем, да, еще и сейвом Шэдоу Демона умереть в Темпларке было бы сложно. Если фокусят Темпларку, тут хорошие коры есть у Вичи Гейминг Реборн. Помимо нее есть Джиггернаут, который, во-первых, палкой отхилит. Во-вторых, с Монтой и Диффузами имеет огромный ДПС. Имеет ульту. Есть еще и Слардар с минус Эрмором. Так что, да, вот этот байбэк от Вихи, это была довольно серьезная ошибка. Ну, мы сейчас видим, собственно, на Творсах, что Резолюшн имеет самый большой. Далее до 2 игрока команды Вичи Гейминг Реборн. И Виха за счет этого байбэка и смерти сейчас имеет сегодня 9 тысяч. Не самый богатый товарищ. Так-то 7 тысяч имеет Аплай. Я напомню вам позицию. Да, Айфа из четвертой позиции, который начал было собирать себе после фейзов барабаны с расчетом на то, что все-таки это суппорт. Ребята, я суппорт. Резолюшн, какой-то сейв был лаком. Дидиси, резолюшн и поймали, вернули, убили. Вы форм пару секунд остается до него, возможно, он и воспользуется. Но это нету больше. Рядом мизери и визбрил лакейт. Но он вернулся на метке. Ой, красиво. Вот эти метки. Две метки, потому что кулдаун метки 8 секунд. Две метки за одно убийство. И нету байбэка у резолюшн. Убивая здесь также и виспа, который пытался за резолюшн спасти. И это минус Т2 будет на миде без вопросов. Виха, который не имеет ничего со своим байбэком. Английский комментатор тоже негодует. Да, да нам что негодовать. Сами виноваты. Нет, ну, резолюшн нашу, товарищ, советский парень. Советский парень. Рожденный в Советском Союзе в 97 году. Но сначала знаешь, вроде бы как, болеем, поддерживаем. Но сейчас не получается, мы гнобим. Да, но это же и есть боление. Это же и есть. Если бы нам было все равно, мы обмолчали. А если мы не молчим, значит, нам не все равно. Но мы не можем не молчать, Егор. Да, мы комментаторы, к сожалению. Это наша работа. Это пример. Иул в Кунке. Да. Это еще и не только Крест, но и Иул. В общем, гадости этот герой делает просто по максимуму. Как же он быстро бегает с подрубленными фейзами и с Иулом. У него 477 УФСПИДа. Он может догнать любого. Догнать любого и на Иул другу любого. Или на Крест. Вариантов несколько. Тебе как? На какой стул сядешь? Где Иул или где Крест? Лучше на Крест, потому что у него кастренж гораздо больше. У Иулу все-таки он очень маленький. Иул здесь скорее будет использоваться для того, чтобы спасать себя от прокастоморфинга. Если рядом нету DDC, который, кстати, в прошлой драке, вот если что... Ой, спрятать! Да. Ну или нам на меточку его подсадили и убили. Да, все, DDC посыпали. Ой, DDC. DDC. А DDC как раз таки нет. Ну DDC все вообще замечательно. DDC в этой игре жарит. Он вот как раз когда Резалюшина убили, он, да, великолепный, да, он спрятал как раз таки в полете Эзериала и Adaptive Strike'а в Кунку. То есть если бы это все попало, Кунка бы умер. DDC среагировал. А так Кунка этому рад, у него 2.0.10, он ни разу за игру не погиб. Кунка две метки после этого выдал. Короче, играют как боги. Суппорты команды Vichy Gaming Reborn мы в шестиугольниках силы, по-моему, им дали довольно даже много. Потому что в этой команде нам нравятся именно суппорты. Они делают очень-очень много. Но-но забирает Тер-2 на боте. Glee Fortification у команды DDC имеется, но вряд ли его станут юзать, потому что в ближайшее время команда в VGR, если DDC ошибутся, может там и на хайграунд зайти. А там уж точно глиф может понадобиться. Здесь у нас Boots of Travel у Vichy. Это такое пополнение вроде бы Курьер улетает. Курьер с Deidolos. Довольно важная, кстати, вещь, этот рецепт. Deidolos там у нас летит для Но-Но. Вот он креста. Ну и сейчас DDC Gaming Reborn нужно просто отпушить вышечки. Немножко подальше и пытаться заходить на хайграунд вместе с Aegis'ом. Потому что Aegis еще не скоро пропадет. Есть время для того, чтобы дойти до хайграунда и реализовать его в драке. Сейчас немножко подпушат топ вот эту пачку. Потом они пойдут в мид, наверное, всей командой. Ну потому что надо, надо реализовать преимущество. У них все сейчас замечательно. Тянуть им некуда. Несмотря на то, что в лейте они смотрятся сильнее, реализовать Aegis'ом стоит. А DC сейчас бегают, они... А, они еще бегают на варде. Кстати, гем купили DC, отдали его. Вихи. Вихи и сломали варды, на котором они как раз таки крутились. Они танцевали на этом варде секунд 30. И Вичи просто смотрели на это. Снисходитель давали. Да, ребят, вы думаете, что мы вас не видим? А мы вас видим. Смотри, какой хитрый план сейчас нарисовал Микаса. Такой крюк. Он хочет обойти спину. Но мне кажется, искать там какого-нибудь того же самого морфлинга не самая лучшая идея. Вот если в центр выйти, не вопрос. Сейчас будет следующий план. Вот видят они Виху, цепляют его. Поп! Но все-таки реакция у Вихи, румынского молодого горячего парня. Ты Слордар как-то промахнулся? Ну, Слордар вообще промахнулся. Нет, он-то рассчитывал, что Виха будет отступать, а Виха был атакующим человеком. Сейчас был план у Вихи такой. У них подпушен был топ. Там были иллюзии джиггернаута, которые пушили до хайграунда. Собственно, они бы доломали эту... Допушили, додавили эту линию. Увидели бы там одного героя дефящего, и можно было спокойно заходить на хайграунд миди. Да. Сейчас как-то пока бегают в VGR, как будто у них нет аегиса. Неопределенно, я бы сказал. Путся дофармливают артефакты. Но оно и верно. Есть там парочка моментов. Допустим, тот же самый энд. Не отказался бы. Сейчас с Вичи гейминг реборно отошли. Это самое логичное действие на земле. Потому что снизу у них лайн с пушен. Сейчас надо опять снизу додавить лайн до хотя бы серединки. И опять можно идти в мид. Иначе Морф. С виспом. Сейчас на топ может прийти темпларка. У нее есть тревола. Если она увидит, что там убить ее не могут. Сейчас на каком-нибудь страйпе. Может быть спалятся какие-то из героев DC. Можно на темпларке пойти на топ. С треволов потом прийти в мид. Или я не знаю, какой план у Вичи. У Вичи, судя по всему, план уже иметь пропушенный мид. Идти вниз всей командой. А темпларке идти, возможно, дефить топ. А потом с треволов возвращаться. Но, по-моему, она решила сделать совершенно по-другому. Не читай. Это седьмой уровень сознания у Вичи гейминг реборно. Они просто пошли в смоке. Да, они делают скан во вражеский лес, думая, что... Ну, в принципе, логично предположить, что сейчас враги находятся именно там. Но их там нет. И сейчас они не видят на карте ни одного героя DC. Могут сейчас напороться на виспа. И это будет не самая такая сочная цель, которую можно найти в смоке. Саксу убивают. И все. Они завардили вражеский лес. Сколько там до конца Егес остается? Я не очень умею разбираться в этих компьютерских штучках. А, ну все, он кончился. Ну, вот так что таймер появился. Ну, да. И все теперь стало понятно. Они и не собирались идти на хайграунд. Потому что если не кончался, хотели навязать драку как раз под концовочку. Ну, сейчас что? Вичи гейминг ребор должны просто нагнетать. Нагнетать на DC, чтобы те не могли спокойно сплетить. Самим фармить на своих корах. Ждать Егес. Забирать его очень быстро за счет большого минус армора. И с Саегесом попытаться заходить на хайграунд. Заканчивать эту фигуру. Да, они фармят всю карту. Это гораздо больше, чем могут фармить DC. Я могу с уверенностью сказать, что каждый игрок команды Вичи гейминг реборн получает удовольствие от этой игры. А вот Мизери точно не получает. Все, что он делает в последние минуты. Он просто стоит и от безделья раскидывает Бладласты на своих союзников и вышки. Он даже Бладласт замаксил, потому что понимает, что да какой толк от лишних 50 урона на фаербласте. Лучше он даст 10% атак спида и 2% мувспида. Сейчас бы накинуть Бладласт на вышку, дайте ей мувспида, и она бы так, знаешь, уехала бы. Да, они бы, кстати... Да, можно было бы все вышки собрать воедино. И это были бы как усиленные варды раски, которые еще и не ломаются. Да, вот это была бы сила. Да, но в принципе Мизери здесь есть от него толк. Если игра затянется, Огрмак в лейтгейме весьма неприятный товарищ. Если вот в таком темпе игра будет продолжаться, где-то к 60-й минуте у него может появиться Аганим, и тогда он что-то сможет действительно атак сделать. А сейчас, да, это просто ходящий баф. Виху, Виха, Бару, страйк, мол, сразу же ДДС и пурш, да. Он дает и спасает своего тиммейта. Сразу у него пытается влиться Resolution. Вейформа добивает он Слардара. Resolution под ПКБ действует дальше. Слардар делает байбэк, забрали лишь только Мури. Resolution оказывается под уймой дэмэджа. Вейформа через пару секунд только будет. И его эвакуирует отсюда Вис. Помни, Саш Мизери? Вот он точно ему не понравилось. Вот Мизери. В Мизери свою роль в этой драке исполнил. На всех были бафы. Он втанковал пуль джиггернаута. Проблема в том, что команде DC это никак не поможет. Все пятеро героев команды Вич и Геометрибон сейчас живы. Там, конечно, умирал Слардар, но он байбэкнулся, насколько я понимаю, да. Да, больше, что. И заходит уже на хайграунд даже без Айгиса, про которую я так говорил. Они очень много дэмэджа по вышке имеют. Да, забрасывает Эзериал Резолюшн. Но там свежая палка стоит, стоять еще долго. And еще отхилит себе три таких столба здоровья. Но-но. Но-но. Когда вынужден... Ну, это был провалище. Он правда, да, и вот поздновато поражал. Это провалище от Но-но. На самом деле, потому что Вич и Геометрибон грамотно отходили. Здесь, конечно, можно обвинить DDC, который не засейвил. Но драко продолжается. Корабль был весьма неплох, как мы видим. Мфа уже даже Киллингспири забирает Вику. Но-но. Он же мог сразу байбэкнулся. Да, он байбэкнулся сейчас. А байбэкнулся только тогда, когда уже Резолюшн умер. Опять в Роустрайк двоих. DDC делает свою работу. Дизрапшн. Выкатывается Микаса. Отбрасывается станом. Приходит сюда Резолюшн. Выбивает Гемы из Слордара. Отступает команда Вич и Гейминг-Реборн. И сейчас, наверное, уже окончательно. Ну, здесь на самом деле... Еще не все. Это еще не все действительное. Да, Функа. Фуай может здесь умереть. И он это делает. Да, он же много. Он Торрент под себя забрасывает. Но никак ему команду уже здесь не может... Это команда DC. Рошан, кстати... Не, он появится еще только через 2 минутки. Это... Ну да, 2 минуты. Бонус Тайма вышла. 2000 голды получила команда DC. Получила много свободного пространства команда DC. Получила возможность забрать последнюю внешнюю вышку у команды Вич и Гейминг-Реборн по центру. Чуть больше времени для себя они выиграли. Жаль только Виха там денег не заработал. The Resolution байбэкнулся. Здесь, скорее всего, в команде VGR, если пойдет на хайграунд DC, нужно будет делать байбэк от Кунки. Он у него есть. Или все-таки все-таки... Тут, кстати, крипы, да, на Торреке сюда перемещается DC. Нет, все-таки потянут. Да, кликнули на Рошана, но нету вижена на Рошану команды DC. Они уже должны понимать, что скоро он должен появиться с тела. Понимает, что Рошана нету. Ребята, блин, мы зря отошли с хайграунда. Могли вышку поломать. Ну, они могли даже сломать топ. Минут 15 до его появления. Стоять тут без дела это такое. И сейчас, между прочим, этот таймер Рошана сыграл на руку в Виче Гейминг, потому что возродились оба героя, байбэков не потратили. Трэпа стоит. Кстати, трэпу разбили. Понимают, что вся команда DC сейчас этого Рошана ждет. Естественно, будут соберутся в смок и пойдут, если у них, конечно, смок есть. Нет, смоков у них нет, а ему и не нужен. Но Moonlight Shadow отсутствует пока у DC. Через 13 секунд тут появится. Звонят весьма... Вижен есть. Хорошую позицию могут. Посмотрим, что выйдет. Трэпа все еще... Трэпа обновил только что Ноно. На иллюзию Огром Мага. Повесили армор. Огром Маг умирает. Видели сейчас Энда. Чуть отступили DC. Не стали пока давать о себе знать. Сейчас поражали смок, переходящий в Moonlight Shadow. Скорее всего. И Виха идет вперед. Дали скан. Не видят они оппонента. Вичи Гейминг Реборн тоже сделали грамотное решение. Они отступили. А у Вихи Гейминг Реборн у них обновленная трапа. Они сейчас, если увидят, что... Ну вот они сейчас видят, собственно, шарики Виспа. И сейчас они увидят появление Рошана. И поймут, когда DC начнут ломать этого самого Рошана. И пока резко сместятся. Тоже пытаются бежать туда. Они грамотно отступили, чтобы понимали, что зачем тут оставаться. Младший дом дается команда DC. Неужели лоб в лобке встретится? Есть гема Микаса. Микаса первый с гемом приходит, находит от Мирану. Бровстрайк делает Муну, промахивается им. И быстренько лопнул уже Шадоу Демон. Это за это Резолюшту можно сказать спасибо. Теперь Роман прожимает БКБ. Надо бороться как-то с темпларкой. Торрент дается. Подбрасывается Мизери. Летит неплохой корабль. Ну и там добирает Огрмага. Подставился тут неплохо. Вновь очередной бровстрайк от Мум. Не слэш отславил. Лицом. Сакс и Резолюшн. Виха остаются. Против пятерых игроков команды Вичи Гейминг Реборн. Неплохо дэмэджа в ноно. В ноно. Добить его надо. Но DC тут как тут еще и запуржил. Тот Резолюшн. Резолюшн. Ушел еле. Ушел. Ушел, но не алзат, но но красивый. Очень красиво. Нет байбеку Резолюшн. У него даже... Ему три еще минуты до него. И вот сейчас Вичи Гейминг Реборн. Знаешь, что нет байбеку Резолюшн. Просто пойдут и сломают. Мид могут даже и трон сломать. Даже так. Да. Они могут ломать трон. Девана была хорошо. Даже бараки. Были бы люди. Но так в принципе и без него справиться. Кстати, может быть им сломать сразу трон. Сейчас просто ломать Т4. Нет. Глиф пока отсутствует. Решили на верочку. Не знают они про наличие байбеков там ухо. А нет. Они знают, что у Виспанит байбека. Секундочку. Они знают, что у Мирана нет байбека. Они знают, что они за эти 25 секунд сломали бы трон. Ну, потому что втроем DC бы никак. Вот сейчас их стало бы трое. Они бы не смогли никак задефить. Через 10 секунд их стало бы четверо, а уже бы трон падал. Потому что глифа у них не было. И это они тоже должны были знать. У них же записано. Потому что, если уж мы-то помним, что делали байбеки и морфлинг, то это обязаны были записать игроки команды. И Му с эпицентром. Не самый удачный его врыв. Не так много демажа получил в итоге Ноно. И под фокусом тот не оказался. Вжал бы КБшку, отступил. Корабль пролетел мимо. Энд неплохо ворвался. Просто с трех ударов уничтожил его. Минус армор штука такая. Энд умрет же ж. Если его никто не спасет. Его никто не спасет. Спасения нет. Му сейчас еще будет копать FY дальше. Или Ноно. Но его подбросил на ЮЛ FY. Эх. Ну и что в итоге? Забрали только милишные бараки на двух сторонах. Игроки команды Вичи Гейминг Репорн. Появился байбек у морфа. Ну, потому что, соответственно, в следующий раз он умрет. У него точно будет байбек. Если, конечно, деньги не потратят. Ну и я бы не сказал, что это максимальное, что могли сделать Вичи Гейминг Репорн. Забрать два милишных барака. Не забрать Рошана. Отдать Рошана по итогам. Потому что сейчас его заберут DC. И умереть двум своим кором. Не смогли сконцентрировать свои силы, если бы реально поставили себе четкую цель и по ней бы двигались на хайграунде? Да. Если бы... Ну, да. Они находятся в игре в полуборьбе. Им сейчас не до трезво взвешенных решений. Да, они вот... Будем действовать по обстоятельствам. Появляется кто-то, пробуем его убить. Не убиваем. А трезво взвешенное решение, это как в Хардстоуне Мист Летал. То есть сейчас они могли убить Трон. Просто, ну, я объяснил их почему. И они сами должны были знать, что нету ни глифа, ни байбеков. Двух героев. И времени вполне достаточно. Из-за дефицита никак не успевали DC. Забирает Аегис и сыр. Да. И уже резолюшина по итогам будет сейчас. Аегис, ему не нужно будет оставлять деньги на байбек. Он купит себе еще один артефакт. И здесь уже Вичи Гейминг может прийтись не сладко. Но есть Виха, который может для Вичи Гейминг пилюлю подсластить. Потому что это второй кор-герой команды DC, который должен что-то иметь. Но имеет он не так много, как хотелось бы. Все, что у него есть, это только Аганим и Ленкин Сфера. Давненько, да? Из хороших героев. Да. В том-то и дело, что Мирана это такой герой, на котором тебе после покупки Аганима и Блинка нужно думать над тем, чтобы приносить пользу своей команде. И наносить дэмэдж в замесе после 40-го минуты. Это ты имеешь в виду какие-то утилити артефакты или же... Нет, я имею в виду артефакты на дэмэдж. Понял. Это может быть бабочка. Это может быть БКБ, в конце концов, чтобы выживать и давать те самые... Старфол, да. Старфолы и Саганимов. И, собственно, настоящие Старфолы, которые он будет сам кастовать. Кнопочка IQ или T. Наверное, все-таки IQ Виха слишком молод, чтобы жать T. Вот оно как. Ну, хотя, на самом деле, на практике я знаю очень много молодых ребят, которые играют на Легаси. И Алоха, и, по-моему, Рамзеф. То есть, казалось бы, ребята, которые родились тогда, когда мы в школу уже ходили, они все равно играют на Легаси. Интересно. Я вот тоже... Я не могу на КВЕР вообще никак. Я на Легаси играю. Но ты не профессиональный игрок, тебе это и не нужно. А КВЕР, по идее, они удобнее, потому что с ними можно выставить удобные ходки. И тебе не нужно постоянно менять, да. Тебе не нужно париться по поводу того, что у тебя какие-то неудобные ходки есть на определенных героях. Либо ты не играешь на инвокере, например, и у тебя кнопка Y свободна, или что-то в этом духе. Или кнопка Q, и ты не играешь на том же инвокере и на THD, у которого Q это пассивка на Легаси. Не знаю, зачем я это помню. А что у нас здесь по игре? А по игре я уже сказал про Mist Lethal от Вичи Гейминг. Сейчас они, на самом деле, все равно в полной боевой готовности и должны прекрасно понимать. Они же видят Залтару Мирана, они понимают, что от этого героя много дэмэджа они не получат, особенно учитывая наличие БКБшек, Ухор Героев и Хилингварда. Джиггернаута, который за буквально 4 секунды вихилит 2 Starfall. Ну, кстати, пока иллюзиями подпушить, пытаться этот Тауэр. Да, есть иллюзия Джиггернаута с Монты, есть иллюзия Джиггернаута с Дезрабшена. И чуть-чуть нападает. Видимо, рассчитывают на то, что рейнджовый браке рано или поздно со временем все равно упадут. Но видит, как у него там линия сильно пропушиваясь, быстренько на крест, вы насадили, отправили, тот возвращается обратно. Сейчас еще раз можно будет. Через полминуты ты такой трюк повторить. Да, и здесь уже нападение. Микаса ворвался, Саксо минус, Резолюшн. Вообще ничего не успел сделать. Выбили с него Аегис, как будто... А это было как-то так и должно быть. И БКБ Резолюшн пытается драться. Вой форму уходит назад. Он не слэшлик-тоги на него. Как-то перескочил энд. И завалили в итоге Резолюшн. Моу, Буровстрайк. Вообще никак. Ситуацию команды DC не поправил. Сразу два байбэка и отмой от Резолюшн. И, наверное, это повод отступить для команды Вичи Гейминг. Да, можно просто переждать, дождаться кулдаунов БКБшек. Возможно, подождать чуть ближе до Омнислэша. У них еще корабль будет через 6 секунд. Они все равно будут продолжать иллюзиями давить вышку. Они также могут провернуть трюк с травелами и меточкой на топ, отправив темпларку, тем самым подпушив линию еще глубже, чтобы ранжовые бараки ломались крипами. Энд в итоге забирает свою Т3-вышку. Ну и Вичи Гейминг спешить некуда. У них остается по несколько секунд до кулдаунов БКБ. У них остается 50 секунд до Омнислэша. Дорошан еще достаточно долго, чтобы никуда не спешить. И чехс появляется в Ифлайе. Вот это жесть, да. Он все может. Он может бить с руки за счет Армалета и Фейзов. Он может кастовать. Да, вот это настоящий мастер. Это настоящий монах. Мастер на все руки. Он может физическим уроном, может магическим. Виха. Эх, не успел здесь Микаса с глинка застанеть. Ну и ждем моменты из Ифлай. Покликал Ифлай, говорит, смотрите, ребята, как на топе много крипчиков. Давай, давай-ка, но ты сейчас прилетишь на тревелах, я тебя на крест посажу. Давай. А там сейчас так за бараком можно будет идти. Начинай лететь. Так, просто, но, но сейчас летит. На него вешается в последнюю миллисекундочку телепортации крест. Да, да, да. Оп. Ну и последний. Ну да ладно, с блинка. И бьешь барак. Все, красиво. Резолюшин пытается дефить. Отчаянная попытка. А в это время дайто бесконтактный бой. Деффика бесконтактного боя. Отвечить не умеют. Ну и остается буквально чуть-чуть, чтобы добить барак. Его и так иллюзии добивают. Ну и что? Против мегагрипов. Делать нечего. Надо что-то делать, пытаться что-то исправить. И последний бой идут DC. У меня страшно, неплохо раздамажил Виху. Ребята смогли забрать уже Санкингак. По сути, вообще ничего не сделал. Граната летит в эндорезолюшн. Он в Хигсе теперь находится. Который дал ему F1. Но оно все еще идет. Вновь ворвался Микаса. И уже идут... Кстати говоря, и байбеки с Серновичей Гейми. Криборн идут. Резолюшн все-таки может погибнуть. Вейформ последняя уже 700 кп остается перекачиваться. По полной программе. Суда на тревелах возвращается. Но после байбека Резолюшн вновь, скорее всего, может погибнуть. И вот он. Релокейт спасительный. Но уже GG. Мы видим в чате от команды DC. На 48-й минуте матча. Как же ты интригующе говорил. Учитывая, что никакой интриги уже не было на самом деле. Эта задача. Это правильно. Это красиво. Да, здесь действительно, когда двух байбеков нету DC. Бесконтактный бой ведут вич и геймингриборн. Никаких шансов DC не было. Я... С самого начала смотреть. Нет. Давай разберемся, где все-таки они допустили. А сейчас я тебе скажу. Ключевая ошибка была у... У кого же была ключевая ошибка? В пике. В пике была проблема. И вот когда Мирана байбекнулась. Помнишь, когда ее убили, забрали еще также мизери. Байбекается виха, непонятно зачем. И сэкономом на всю игру остается. Да, это герои, которые не вносят...